Япония сейчас будет у нас играть и ей предстоит защищать все еще, как говорится, свое первое место, за которое они борются по-прежнему с командой Вегас Квадром. Показывает нам, что играла уже команда МГ против Японии и японцы тогда сыграли супер стратегию под названием... А хрен вы угадаете кто куда идет? Мне взяли Виктора тогда Мега в одним из последних своих чемпионов и Виктор в одиночку справится с Кайлой, Кинредкой, Зигсом, Соной и Тариком не смогли. Любопытно, но я вам уже говорил, если сейчас одерживает победу команда Мега, то у двух этих команд становится две победы, два поражения и максимум на что они могут претендовать это тайбрейк. И то этот тайбрейк только при условии, если сама команда Вегас Квадром будет ошибаться в оставшихся играх. Вот такая вот интересная математика у нас выходит. Поэтому команде японской сейчас нужна только победа. Что касается команды Мега, они проиграли Вегас Квадром, но они могут все еще попасть на тайбрейк, но только при условии, если они сейчас выиграют все оставшиеся игры за сегодня, сделают себе статистику 4-2, а команда Вега по какой-то причине проиграет потом японцам. Ну вот такая вот интересная математика. Так что посмотрим, как будет сейчас слоники у нас отыгрывать. Слоники явно недовольны предыдущей своей партии, потому что у них было вроде все зашибись. Показывают нам снова Еви или Иви или Евай. Ну, я вот подслушивал, Дрейка сегодня снова его Еви называл, так что я буду оставаться на своем стандарте. Мне интересно, знаете, он такой завораживающий, тренируется, зарядочка, все дела. Почему никто, никто из его команды не поддерживает этого парня? И, знаете, может они не обращают на него внимания, как в этих, в семьях, в семье не без урода, знаете, как этот есть термин. Ну, ну, делай что-то там, пусть сделает, ладно, не будем к нему приставать. Да, парень, конечно, спортсмен. Пойду съем бутербродика, то опять этот спортсмен. Приятного аппетита, ребят. Японцы какие-то атлеты. Ну, один атлет у них есть. Он постоянно зарядкой занимается, не любит сидеть, он много за компьютером, видимо. Интересно, профессию выбрал, в семье не без зожника. В семье не без зожника, да. Да с какой стати они по пику проигрывали лейт, спрашивает Александр Хромова. Раз, не уступает особо зеро в лейте. А Люциан явно хуже Варуса. Вот оно, что Михалыч, ребят. Оказывается, анализ Александра Хромова, ну, у него такой никнейм, я не пытаюсь его сейчас принизить, строится только на двух чемпионах. Друг, там вообще-то пять чемпионов. И комбинации чемпионов надо тоже учитывать. У команды Вега не было никакой даже близкой комбинации. Вообще никакой. У нас даже дисенгейджа толком не было. Один браум на всю команду. Вот это вот дисенгейдж просто потрясающе. По теории, там один Азир может выиграть весь тимфайт. Там даже ничего больше никому не надо делать. Все остальные игроки могут просто стоить рядом с Азиром и не давать в него, чтобы залетели там скиллшота или автоатаки от Варуса и Райза. Все. И тогда Азир просто всех убьет. То есть там комбинация Галлио, Гнар, Рик Сайка. У нее будет Гардиан Энджел, у нее будет тонна ХП. Ее надо будет два раза убивать в тимфайте. Гнара придется не просто два раза убивать. Его надо будет ульту пережить и потом еще раз его убить. С Азиром у него есть Жоня. Вы не можете в него заулынить, потому что весь ваш улын строится на Хикариме плюс Казиксе. Это все, что есть. Хикарима не удержать. Да, это очень страшный чемпион. Тот, он имеет винрейт чуть ли не самой нижней планки среди всех чемпионов топ-лейнеров в лейтгейме. Можешь посмотреть, какой у него винрейт в лейтгейме, когда доходит Хикарим до той стадии игры. Хикарим — это бустинг чемпион, который побеждает в эрли гейме почти любого за счет своей кушки и в мид гейме побеждает почти любого за счет своей танковости. Когда наступает лейтгейм, вы понимаете, что у вас нет ни урона, ничего. У вас есть фир. Фир — это классная тема. Это действительно я не отрицаю. Это хороший врыв, но его надо подкреплять чем-то, этот врыв. Подкрепляют обычно хорошим мидером, либо шикарной комбинацией. Твой врыв, потом последующий врыв идет. У команды Вегас Квадрон не было второго врывающегося чемпиона. Казикс — это не врыв. Казикс — это ассасин. То есть, следовательно, Хикарим дает ульту, и если за эту ульту Казикс никого не убивает, все, ГГВП. Все просто разворачиваются на Казикс и убивают его. А вот если бы у них был не Сиджуани в лесу, а либо Грагас какой-нибудь, вот тогда это другая была бы математика совершенно. Тогда это другая математика и в начале игры была бы, но в основном это была бы другая математика дальше. Так что комбинации нельзя никогда недооценивать. Забавные баны от команды МГ. Забанили они трех чемпионов, которыми в детоначном фокусе играли. Хикарим Галлио Нормком — шикарно. Это одна из лучших вообще в игре сейчас. И я не удивлюсь. Вот смотрите, Галлио забрала команда японская, что если не заберут МГшники из себе сейчас Хикарима, то Хикарим появится от Еви на топе, хотя он вроде его не очень любит отыгрывать. Но посмотрим. Галлио взяли, пока просто думают. А здесь у нас скиллинговый киндредка появляется от Джи Джуна, и также появляется сюда там Кенч ПОП. Угнара, который бил из-за танка... Назови мне хоть один танковый предмет Угнара в предыдущей игре. Я лично помню, у него Блэк Ливер, Фроузен Маллет и Стирак. Это то, что у него было собрано. Ни один из этих предметов не является танковостью. Ну, чистой танковостью. Это предметы все на урон. Как говорил Дарьян, красавчик, красавчик, это предметы атакующей защиты. По-моему, он так говорил. Я этот ролик смотрел, его даже на английский перевели, с субтитрами. Attack Defense Items. Атакующие защитные предметы. Вы увеличиваете себе урон, но при этом увеличиваете себе танковость, потому что у вас ХП будет огромное количество. А потом бы он собрал Гнар еще себе Guardian Angel и добавил бы один предмет, возможно, добавил бы, и то не факт. На действительно защиту. Лучшая защита — это нападение. Ну да. Не, ну это... Это Гнар просто сам по себе. Он такой чемпион. В лайт-гейме Гнар очень страшен. То есть с Хикаримом его даже сравнивать нет смысла. У Хикарима один врыв, у Гнара куча просто всего. Он Визаж, говорят, в конце купил. А, ну вот это я не заметил. Когда уже базу им ломали, видимо, тогда Спирит Визаж собрал. Ну, Спирит Визаж плохая тоже идея, кстати говоря. Спирит Визаж и у Хикарима плохая была идея. Я про это уже говорил. Ну что ж, давайте смотреть. Что у нас получается? Детанши Фокус Мия забирает себе Сайласа. Сайласу очень нравится этот чемпион. Тем более, что здесь есть две ульты, которые можно было воровать, когда он брал себе Сайласа. А теперь еще третья ульта появилась. Это ульта Аши. Также у нас Стил добирает Джарвана. Не совсем вот это мне понятно. Опять же, мы про Хикарима с вами говорили. Гораздо выгоднее здесь было его взять. Ну, Джарван Галлио тоже рабочая комбинация. Просто мне нравится, что Джарван Галлио вряд ли что-то могут сделать кендредки. В ответ МГ у нас не дают Хикарима взять Еви, не дают Владимира взять Ютапуну или там уже саму Еви. И банят у нас команда Детанши Фокус Мия, Кассиопея и Джейса. И Реллия появляется у нас от G4. Ну, возможно, это будет Реллия на топ-лейн в стиле ТФ Блэйда. Ну, посмотрим. Что у нас здесь? Акали, 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 да? Хотят Акали взять. Но тогда это получается Сайлос на топ-лейн. Странный немножко выбор. Слишком много ближнебойных чемпионов у команды Детанши Фокус Мия. И когда вы набираете такое обилие ближнебойных чемпионов против кендредки и Релли, это не самая лучшая идея. Тем более, если сейчас команда МГ доберет себе еще одного брузера на топ-лейн. Ну, либо на мид-лейн. Это какой-то чиз. Это какой-то чиз, ребят. Чиз стратегия, которую нельзя... Ну да, вот я этого и боялся. То есть, я предполагал в своей голове Дариуса какого-нибудь опасного, либо Ренниктона. Хотел вот их назвать, Но когда увидел МФ-ку, сразу же начал думать о ней, насколько будет интересный билд у нее. Посмотрим, кстати говоря, что он выберет. И также проведем анализ сейчас во время загрузки, как вообще сейчас играется у нас МФ-ка. Ну а тут Кенон появляется, и команда MG перепикала команду DFM, но опять же к лейтгейму только перепикала. На лейнинг-фазе и мидгейме будет примерно равенство с небольшим перевесом японцев. А дальше... А дальше все. С уши везло. Дальше просто Кенон, Кендретко, Владимир Булзабаня, да? Можно было Владимира еще взять, но здесь Кенон они выбрали. Слишком много ближнебойных чемпионов, очень мало прыгунов. Какой-то странный выбор был от японцев. Давайте быстренько на сайте u.gg посмотрим, кто у нас там МФ-ку еще по-прежнему играет. Сейчас у нее странный билд популярный. Это пресс до атак как основа. Ну, экономическая ветка вторая, это понятно. В которой вы играете через скорость атаки Blade of Running King, Берсерки и дальше добираете леталити предметы. Забавно, но и это работает. Работает даже неплохо. 53% там. Даже на нижнем ла, по-моему, было. Паэлла. Видите, почти не теряется. Паэлла, но в челленджере никто ее так и не играл. Но если по ол рангам посмотреть, то 52%. На пробился сейчас поглядим, кто играл уже ее. Недавно, на 4 мая, как раз-таки Коба сыграл именно этот же билд, только добавил себе здесь он еще Phantom Dancer. В 21 килл сыграл не он. Это игрок из Европейской Академии команды. Точно такой же билд делал, но он там потом предметы поменял немножко. Ну, а так остальные игроки вроде не славятся огромным количеством убийств. Ну и посмотрим, что у нас АМФка выбирает. АМФка делает то же самое. Ютапун будет сейчас что-то показывать. Там был вопрос, как я оцениваю выступление Вега. Оценивать мы будем, ребят, когда группа будет заканчиваться. Мы будем давать оценку, как это делали с группой А. Не будем сравнивать группу А с группой Б. Рано еще. Давайте посмотрим. Только первый круг они сыграли. Мы еще не видели их на другой стороне. Они все три матча, кто не заметил, Вега с Квадрон сыграли на синей стороне. Но если прям вот хочется прям сейчас услышать оценку. Моя оценка где-то 6 баллов из 10. Очень много ошибок, которых можно избежать. Особенно ленинг фаза мне не импонирует. И можно, мне кажется, чуть-чуть агрессивнее играть. Но это опять же со своей колокольни видно. Они во время матча по-другому мыслят. И своя макроигра. Ну а что касается тренера. Тренер вот сейчас будет очень обидно для других тренеров. Ну тренера, давайте по-другому я скажу. Не тренер, а баны пики. Баны пики. Потому что я не знаю, кто у них ими занимается. У команды Гамбит там все как будто этим занимались. У команды Альбус Нокс вроде даже тренер толком вообще ничего про это не говорил. Там в основном Ликрит этим занимался, насколько я помню. Там так писали. По крайней мере. Короче, к чему я это все хочу сказать. То, что вот его как раз, вот эту вот работу бана пиков я оцениваю очень высоко. Это чуть ли, наверное, не лучшая пока команда из трех игр, сыгранных среди всех, которые были в ЛК. Потому что, вот смотрите на японцев. Я не знаю, что это за пики баны у них. Такой хороший старт был. Галлио, Сайлос и Джарван. Все, круто. А потом они такие, а давайте добавим нам еще Акалия. Нам же нужен магический урон. Да, вам нужен магический урон. Так отправьте, ну как бы, магический урон через танка какого-нибудь на топ-лейн. Или нам нужен же Адэш на урон. Ну так давайте брузеры возьмем на топ-лейн. Зачем вы берете Акалия? Она ни туда, ни сюда. Ну ладно, это все так тоже. Открытые книги, где можно говорить с Ростой. Он пропустил того крипа. Видимо, думал, что он уже умрет. Но не страшно. Пока G4 выиграл это маленькое сражение. Ну и давайте оценим, что у нас по цифрокам происходит. В Синий Лес заходил у нас Джарван вместе со своими ребятами. И в свой красный потом он отправится. И в итоге получается, что лейнг фаза будет немножко за командой Detonation Focus Me. Где-то 55%. Я эти процентики ставлю за счет как раз-таки преимущества бот-лейна. Очень уж хорошо. У них здесь все работает. И домашнюю заготовочку эту мы с вами уже видели. И Vega Squadron нам ее сегодня показывали. И все нам ее показывают. Снова флэштаун, подкидывание и убийство Пио Пишника. В этот раз без смерти Гаенга. Нет, со смерти Гаенга. В прошлый раз была смерть Стила. Но это такое... И то же самое, что было в предыдущей игре сыграно. Я сказал Vega Squadron. Говорилось, конечно же, Detonation Focus Me. Они сегодня это уже показывали. Абсолютно то же самое. А вот Джуджунг ошибается. Он тратит свой прыжок. Правда, тратит ЧСД. И поэтому у него прыжок, скорее всего, откатится. Стилл его замедляет. Пытается убежать. Прыгает у Астерос. Не попадает нормально своим заклинанием. И счет у нас остается 1-1. В этом матче Акали тем временем под вышку зажата была Кенаном. Да, там, ребята, повторю еще раз. Если команда Vega Squadron сегодня занимает первую позицию, завтра они уже играют против команды Flash Wolf, которую мы не видели еще в действии. Flash Wolf видели, ну, должны были, по крайней мере, смотреть матчи команды Vega Squadron. Они должны знать, как они играют. А вот мы ничего не знаем про команду Flash Wolf. Для нас это тайна. Там мы играем Best of 5. И если проигрываем, еще один Best of 5 будем играть с командой, проигравшей в матче Foggo Buffalo против команды Team Liquid. То есть два раза, если ты проигрываешь Best of 5, тогда ты только вылетаешь полностью из турнира. Но можно там и остаться. В прошлом году, если я правильно помню, у меня сейчас... Где наша Skyri любимая? Она должна нас поправить. А то я, как обычно, сейчас ошибусь. В прошлом году у нас Вьетнам пробился. И Вьетнам победил как раз-таки Турцию в этом дополнительном матче. Обе эти команды проиграли свои матчи против LMS и американского региона. То есть там TSM одержали победу. 3-2 над вьетнамцами и Flash Wolf. Не, я не помню, кто там был. По-моему, Flash Wolf и были, да? Они одержали тоже победу. Или там Европа была. Одержали победу над командой... Тогда не Фенер Бахче была, а другая команда из Турции. Подождите, у нас здесь война за Краба. Краб аж до сюда добежал, потому что P.O.P. его проглотил. Какой же это кошмар. В прошлом году не было B.O.P. проигравших. Разве? Ну, может быть. А почему в этом году появилось? До того я не помню. Не, подождите, а как тогда вьетнамцы попали снова туда? Вьетнам с TSM играли чуть ли не, там, Best of 7. В итоге, получается, TSM победили их со счетом 4-3. Суммарное количество игр было 4-3. Нет, там что-то было. Ну, короче, ладно, я сейчас не припоминаю. Надо посмотреть статистику. Тогда это было уже больше года назад, поэтому все не упомнить. Какой-то постоянный экшен идет от G4. Он вечно проводит агрессию. Видимо, насмотрелся и правда у стримов. Он на TF Blight. В этот момент Эви делает ОЛН. У нас Рокки. Рокки получил уже только что 6 уровень. А Эви все еще его себе не урвал. И Релина ульта есть. Он заразит, он ее, но промахивается. Подушку решил не идти, потому что там рядом еще был Джи-Джун. И так, получается, он отдал просто килл. Но за это время DFM-овцы забрали себе дракона. В прошлом году было 13 команд, сейчас 12. Нет, было 14 команд, потому что сейчас 13 как раз-таки команд. Сейчас у нас нечетное количество команд получается, потому что один регион вылетел. Ну, наверное, так оно и есть. Кстати, Асиндра может телепортироваться с Крабом на базу? Нет. Насколько я помню, не может. Слоны с японцами одного уровня, по-моему, слоны... Ну, так вряд ли должно быть. Ты имеешь в виду по началу игры то, что... Не, мне кажется, просто слоны чуть лучше подготовились. Вообще-то, по-моему, одна, наверное, будет из самых прогрессирующих команд, потому что первую игру они отлетели вообще без шансов. Во второй игре они проигрывали без шансов, но смогли сделать камбэк. Сегодня они показали добротную игру против команды Vega Squadron. И сейчас с японцами пока держатся наравне. И банны пики тоже провели неплохо. Я, кстати, про проценты так и не договорил, по-моему, да? Короче, преимущество вначале за DFM-овцами 55. В мидгейме тоже 55. Я оставлю за ними. Довольно неплохие у них чемпионы в мидгейме. И лейт за командой MG где-то 60. И там больше может набраться процентов, в зависимости от того, сколько Кен Редко наберет стаков. Ну, а обычно это 60 мы и оставляем, потому что Кен Редко на простене больше, как говорится, 4 стаков редко берет. Но, если уж берет, то вы знаете статистику, 10 стаков несколько раз брала Кен Редко, и те матчи автоматически, считайте, выигрывались. Это прям как в Гарри Поттере поймать этот шарик, как шарик там назывался. И вот для Кен Редки это как раз-таки и есть. Ловишь 10 стаков, это, считай, ты поймал шарик, и все. И 100 очков Гриффиндору. Сразу же, автовин. Интересная игра. Я представляю. Снич, да, да, да. Это как поймать снич сразу. Кстати, у нас здесь будет еще один товардайв похожий. Там вот по лойту прописывают. Надо наступать, потому что там телепортация идет. Кен Редко дает шикарную ульту. Цепляется за трех игроков, но один убежал наверх, и там, скорее всего, его убьют. Другой отфлэшился. Ну, а третий игрок как раз-таки Ютапун погибает. Стилл, а зачем он потратил флэш? Не совсем понятно. Пытается побегать по комбинации. Попадает он в ротик сейчас попу. Да, но Джарван все же умирает у Терелли, но и Кен Редко все равно так зарабатывает. Как найти твой ДС? Что такое ДС? Ну, это странный был Товардайв. Определенно нерабочий. Идея была такая же, как была на третьем уровне, только тогда они точно знали, где находится Кен Редко. Она была как раз в синем вашем лесу. Сейчас же такого даже близко не было. Вот он Таунт, и сразу же Кена нажимает телепортацию. У Еви тоже есть телепорт, но оттолк от того, что он прилетит. А, Дискорд. Там ссылка меняется постоянно, поэтому постоянные ссылки мы сделать так и не смогли. Чурсет Паладинович, наш админ, вроде пытался сделать постоянную ссылку, но она что-то как-то меняется, она каждый день. Так, Дискорд, ну, название Виви Латвии, так оно и будет. То есть, если ты так хочешь искать по названию, то оно так и будет. Мега сейчас играет неплохо. Ну, по крайней мере, мне кажется, она лучше играет, чем на прошлой... Ну, на этой же неделе, на прошлом игровом дне. Про жучек ульта у уроки нет флэша, помните об этом. Но как же просчитали это все дело команда Мега! Тут же, оказывается, у нас ПОП, Джиджун и оставляют вне убийства команду Японии. Но мне до сих пор не нравится эта Акалия. То есть, не в смысле того, что я не верю в Еви и его механику. Просто сама по себе Акалия, совершенно мне непонятно зачем. Блин, жаль, не может этот, я сейчас так подумал, Сайлос воровать ульту МФки своей собственной, чтобы ее давать, было бы вообще прикольно. Как вам Юми, кстати говоря, ребят, как чемпион? Я свой обзор делал на нее, восклицательный знак Юми, но у нас сегодня бот почему-то на Ютубе опять не работает, поэтому без всяких восклицательных знаков просто можете найти на основном канале видео на эту тему. Мне показалась она как-то... Ну, не тем саппортом, которого на низком Элла можно будет поиграть с удовольствием. То есть, мне что-то кажется, знаете, один из немногих чемпионов будет, у которых винрейт на низком Элла будет крайне низкий, а чем выше Элла, тем выше будет винрейт. Ну, такие есть чемпионы, но там обычно это связано с количеством игроков, играющих ее. Его там, ее чемпионы имеется в виду. А здесь это, мне кажется, от количества не будет. Это именно качество чемпиона такое. Потому что тебе нужно, чтобы индивидуально тебя керрили постоянно. А ты только щитки даешь, ну как бы усилишь чемпиона, это конечно, да. Мне понравилась комбо ульта Ноктюрная, ульта Юмина у него на спине. Прикольно. Ты видел, Вендрилл нашел в ней баг? Да, но это уберут. Все эти баги, которые на ПБЕ, они для этого ПБЕ-то и создают, чтобы нашли. Там Infinity Edge, если собирать, у нее почему-то бессмертный щит становился. Чем лучше Адэшлинг, тем лучше будет играть. Не, ну так-то да. Я не удивлюсь, что какой-нибудь даже Пермабан вполне вероятно будет на Хай Элла висеть долгое время. И, ой, подожди, у нас Солокен будет. Флэш был, но, видимо, урона не хватало. Прочитал этот урон Еви и решил не до конца дорабатывать момент. У нас Инфернал там, кстати говоря, апнулся. Но здесь варды стоят, и точка не контролируется, команда ДФМ, надо отступать. О, бот сработал. Неужели бот у нас заработал? Сераториус, или ты сам как-то это выложил? Короче, да. Бот, ссылочку там скинули в чатик, если что. Я что, хотел сказать про Йоми еще. Подождите, давайте посмотрим сражение. Потом хорошая ульта. Должна ульта Галли сейчас сверху пролететь. Подкидываем, после этого таунт. И пошла ульта Аймаевки. Какая долгая комбинация, но все же созданная. И тут у нас, скорее всего, Джуджуна убивает. Акали может дальше поработать по ПОП. У ПОП нет щита. Акали пойдет ли? Нет, нет, передумала. Слишком далеко идти. Тем более, что тут есть еще дракон. Гораздо лучше есть объекты. Зазывает Акали несколько своих игроков. Пытается отменить она рекол. Но тут у нас Том Кенч такси используется, как говорится, до Тир-2. Так и сказал Ллойд. Этот, он говорит, шофер, эу, давай, до Тир-2 меня. Домой летим. И домой слетали. В этот момент Серовс Бекклс на базу. И после этого на телепортации пошел останавливать Рокки Бальбова. Но Рокки дальше решил пока не пушить. Что-то нам показывают статистику. Если Дефа, а не выиграют, то вылетают. А, ну это понятно. Да, да, да. Тут имеется в виду, что пан или пропал. Ну или do or die situation для двух команд. Кто бы из них сегодня не проиграл, обе команды вылетают. То есть бразильцы вылетают в любом случае. Бразильцы вылетают после вот этой партии в любом случае. Потому что у них, ну, все плохо. Они 0-3. Об этом даже говорить нет смысла. Но любопытно то, что кто бы из этой команды не проиграл, тот и вылетает тоже. То есть если MG сейчас проигрывает, они вылетают. Если Detention Focus.me проигрывает, то это они вылетают с этого турнира. Потому что счет у нас 2-1, 1-2. Ну, и будет 2-2 у обеих команд. И на тайбрейк рассчитывать будут только некоторые коллективы. Но посмотрим. Да, и водочки нам принеси. Мы домой летим. Эд, да. О, Цирроз. Ловит у нас Лойда. Он там есть рядом P.O.P. Он сможет проглотить Лойда, если что. Но сначала Циррозу решают убить. Цирроз флашится по прямой. Как молодой. Ты что? Ух. По мне, так для Вега слоны опаснее оказались. Ну, честно, если пойти даже оценку проводить игры Вега против японцев и Вега против южноазиатов, ну, тайландцев, вот как раз команда-то в основном из тайландцев состоит. Абсолютно идентичные игры были. Единственная разница, это, ну, разговорная разница. Мне кажется, что Мега сделал лучший пик для лейтгейма. У японцев был хуже пик для лейтгейма. Но это, вот видите, это все разговорное. Кому-то кажется наоборот. Мол, там Райс плюс Хикарим, два сплитпушера. О-о-о-о-о-о. Они вроде делали уже Геральтку до конца. И потом она просто берет и на фулл-хп разворачивается. Говорит, да пошли вы все. Стел делает ол-ин по Джиджу. Но в этот момент здесь и МФка дает ульту по трем игрокам. Но что-то ни до кого не долетает эти выстрелы. Все разбежались в разные стороны. Потому что не успела сделать контроль. А вот Еви добивает у нас бедную Релю. И японцы вырывают очко, походу, у команды. Мега сейчас показывает нам, сколько там по золоту. То Рокки смог сижу убежать от Мавки. Но это будет вышка, убитая на мидлейне. Все. Не могу вспомнить, откуда про водочки нам принесли. Это Брат 2 фильм. Там много хороших было фраз. Веганы сегодня уже играли. Веганы, ты... Так команду Вега-Сквадрон называешь? Геральт Винс. Геральтку забрали в итоге команда ДФМ. И там дракон через полторы минуты даже больше. Грустная история, конечно, для Мега. Очень похоже на то, что они проиграют эту партию. Вот он, Таунт, видите, МФка пошла ульту. Но как-то очень быстро всех отпустила. ПОП проглотил Ллойда. И Релли вообще как будто в Таунт не попала. Сразу отошла в сторону. Но так хороший врыв был. Джуджун пошел просто в АД урон. Не в скорость атаки. И, скорее всего, это будет Блэк Кливер вторым тогда предметом. Цароса сейчас отсюда должны будут прогнать. Он ворует ульту Аши. На всякий случай. Но он в одиночку. Так что надо отступать. Ну и МФка делает именно тот билд, про который мы вам сегодня показали. Это только единственная разница с ботинками. Он купил себе нинжа тапки, чтобы не умирать сразу же от Релли, которая будет впрыгивать в него. Блокировать часть от ее урона. При помощи дополнительного армора. Ну, хоть как-то. Ну, а вообще-то, видите, Ботарк с выходом в Даск Блэйд, с выходом потом в Гост Блэйд. Блэк Ливер. Как-то так. Ну, МФка играется и тоже без леталити, в чистые криты. Но она-то скелится очень долго. И, опять же, она проигрывается, но по критам другим чемпионам в лейтгейме. Так что какой смысл? Из-за этого в большинстве случаев... Так, он здесь будет Еви сражаться с Рокки? Нет. Прикольное у нас сражение между двумя этими ниндзами, ассасинами. Фейкер или Руки зашли посмотреть игры и закрыли сразу с фразы «ну нафиг». Ну, не знаю насчет, закрыли ли они. Фейкер недавно показывали, троллил в Солоку своем. Ну, как троллил он? Просто играл явно не в полную силу. А потом, вот сегодня, по крайней мере, выложена была информация по команде G2, которых вообще либо они пьяные, либо троллили. Команда G2 играла несколько игр подряд. Капс плюс Вандер. Вандер — туплейнер команды G2. Капс — это вообще мидлейнер команды G2. Играли вдвоем на бутлейне. Играли комбинацию Тарик плюс Пантеон, Талия плюс Пантеон, что там еще было? Чагат плюс кто-то. А, Ника плюс Чагат и Чагат плюс Зоя. И все это поражения были. И так как их аккаунты всем известны, сразу же в интернет начали вкладывать это все, что команда G2 троллит в Солоку корейском репортах и все, и лишить, как говорится, чемпионата. Но они не троллят, они так видят игру, пытаются найти себя. Тестили стратки, да-да-да. Обычно просто в Солоку-то тестами не занимаются, потому что все следят за твоими аккаунтами. Если ты хоть какую-то стратегию покажешь в Солоку, ты обречен на то, что тебе просто забанят эту стратегию. Ну или, по крайней мере, подготовиться к ней. Пытаются доработать стратегию Гриффинов? Ну, может быть. Ну и у фейкера тоже там разные странные идеи были на мидлейне. Чего там поиграть? В беге же только 3-0. Оставшиеся игры проиграть бразильцев еще есть шансы на тайбрейк. Ну, нам только что табличку написали, я не знаю почему. Там было IF написано. IF DFM wins, тогда MG и INS вылетают. Там же было это написано, ты же видел? Я знаю почему. Потому что DFM против MG, они будут точную встречу иметь 2-0. Вот, там не будет тайбрейка. Там будет учитываться разница, кто кого победил сколько раз. То, что у них будет 3-3 счет, это просто окажутся все команды друг против друга вроде сыграли 3-3, но при этом японцы имеют преимущество. И все. Тройной тайбрейк тоже не может быть никак. Потому что MG... Там только одинарный тайбрейк может быть между Вега Сквадрон и японцами. Это единственный вариант. Поэтому японцам... Ей нужна победа. Ну и то же самое MG. Они просто подбрасывают стратегию другим командам. Извините, я тут немножко отвлекся. Там Челли была вызвана... Челли, блин. Челли была вызвана на топ-лейн. Геральдочка наша проломала на вышку. И после этого ничего как бы сверхъестественного не произошло. Кроме того, что они у Джи Джуна и G4 сняли 2 флэша. Но правда, Джарван за это потратил свою ульту и флэш сам. Но если эти же победят, тогда инцы могут остаться? Ну, тут да. В таком случае могут. Но это если MG победят. Но MG-то они не победят. У них пока все плохо. Они вроде лидируют при 700 золота. Но по макро вы видите проблемы. И все их деньги у них сложены не там, где хотелось бы. У них Кеннон получил буст себе по урону. По предметам получается. Но это такое. Кеннону как раз в меньшей степени. Нужно килоин. Нужно киндредку развивать. У них киндредка вообще в странный билд пошла. АД, а не в скорость атаки. Он хит-эффекты. Даже мавка, мне кажется, посильнее будет. Там все люди про флэш-вульфов говорят. Ребят, рано, рано еще. Завтра я вам все расскажу про флэш-вульфы более подробно. А сейчас коротко просто скажу, что это не та команда, которая была в прошлом году. Там из основного состава остался один игрок. Ну, два игрока осталось. На самом деле. Но один из них даже не играет. Он в запасе серии. Так что это не те флэш-вульфы, которых вы ищете. Как думаешь, у Веги есть шансы против флэшей? Шансы есть всегда. А у нас соло-килл делает Ютапон на МФ-ке только что против Ирэля с Trinity Force. Но у него, правда, больше ничего не было, кроме Trinity Force, для сражения против МФ-ки. Нам уже концовочку только показали. Когда уже МФ-ка давала ульту, а Ирэля не доджила как-то эту ульту. А потом просто автоатаками МФ-ка ее дубивала. Но когда твоя МФ-ка побеждает Ирэлю один на один, я думаю, на этом хочется выходить из игры. Да-да-да, бан Квэшн Марк. Английский комментатор говорит, что если бы сейчас Квэшн Марк, то есть знаки вопроса, кидали бы в игроку Ирэлию, то это даже не было бы бана было. А, там красный баф был, автоатака, еще одна. Все, вот теперь все понятно. Вот теперь информация достаточно. А можно Ирэлия немножко, ну, как бы, ну, как бы это сказать, ребят, слово выбрать. Немножко поувереннее, что ли, будет. Почему она такая неуверенная Ирэлия? Она такая, ой, там красный баф и МФ-ка, надо убегать. Ай, меня замедлили, теперь не убежать. Нет, я все же могу еще убежать. А, не, не могу, у него же еще и ускорение. Ай, ладно, буду воевать. Нет, друг, когда ты потерял 90% здоровья, воевать уже не самая лучшая идея. Когда МФ побеждает Ирэлию, где-то плачет один TF Blade. Ну, TF Blade сейчас, я думаю, посмотрел на это и такой, боже мой, и закрыл. До этого, знаете, трансляция была популярна, на ней сидело полмиллиона зрителей, давайте, 500 тысяч и три человека. Но потом зашел Руки на трансляцию, увидел, как играет G4, вышел. Потом зашел Фейки на трансляцию, увидел, как играет G4, вышел. Ну и до последнего сидел еще TF Blade, потому что TF Blade такой, ну я так тоже иногда играю. Но после того, как G4 умер от Ирэлии, он такой, ой, от МФки, он такой, ясно. Все, о, куда эта ульта летит? Врыв у нас был хороший по джи-джуну и по попу, но попу у нас спокойненько утащил. Флэштаунд, Гаенга, ульта попадает. Где у нас МФка-то? МФка перефлэшивается в ту сторону, ждет, пока закончится Киндредкина ульта. И МФ зарабатывает первое убийство и убивает там Ирэлия хоть кого-то. А в этот момент за Кали и за Циросом огромное сражение устраивает Кеннон. Но хватит ли им урона? Хватает урона. Еви все еще жив, кидается Ешкой своей. МФка там умерла, но Ирэлию они добили. 7-5 становится. Еще 4 дракона в пользу команды японской. И все. Зачем вообще стараться побеждить команду Флэшвульф, когда можно победить команду Буффало? Ну, мне кажется, что потому что есть вероятность, что ты будешь играть против команды Темликвит. А не Буффало. Зато будешь играть против Темликвит. В историю себе запишешь этот матч. Гамбиты же до сих пор гордятся, как они Клаудайном проиграли. А могли бы гордиться тем, как они Клаудайнов победили. Повторчик нам показывает. Видите, Эш остановила врыв Акалии. И дальше Акалия смогла только один врыв сделать в Ллойда. Ллойда они вместе с Циросом убили. Но при помощи как раз таки Кена на все здоровье потеряли. Да, там уже 100%, ребят. Кто не знает, группа А 100% попадала на Темликвиты. И группа Б 100% попадала на команду Флэшвульф. То есть тут уже никаких изменений точно не будет. Так что Вьетнам будет играть против Америки в очередной раз на МСА. Как представлю, гаджеты против дабллифта. Но мне лично интересно посмотреть на дабллифта с Корджей Джейем в деле. Потому что многие отмечают, что это просто очень сильный бот-лейн. Против которого ничего вообще сделать не могут. Мы пока их только видели на фоне американского чемпионата. И там единицы бот-лейна, которые могли просто хотя бы вровень отстоять. Те же самые Клауд Найн оба раза проиграли бот-лейн команде Темликот. Они побеждали Топера, побеждали даже Дженсона. Понимаете, Дженсона даже победить смогли. Но дабллифта они победить не смогли. Там оба раза просто разнос. Дж4 делает ОЛН. Там, правда, попадает. У нас рядом еще Джи Джун. Но Аймавка занимает хорошую позицию. У нее будет возможность сейчас давать ульту. Умирает здесь Галлио. Прилетает сюда Цирос. И прыгает вперед куда-то Джи Джун. Он не нажимает свою ульту, погибает. И это, по-моему, было финальное сражение. Потому что Кеннона нет телепортации. Два игрока остались. И МФ трипл килл делает. Квадрокилл нет. Его не будет. Потому что Цирос спокойно добивает. И говорит, извини, друг, но квадрокилл не сегодня. Кеннон, тем временем. Там музыка, знаете, это из лифтов играет. Или музыка из Скайрима, когда вы, знаете, там полюсу гуляете. Спокойно такая. Никуда не торопитесь. Эмбиент. Ну, G4, конечно, чуть ли не в одиночку проигрывает эту игру. Реально. Столько ошибок от Ирелли. Мы не про механику сейчас говорим. Мы про принятие решений. Когда нужно делать ол-ин. А он не делал ол-ин. А сейчас, когда нужно было просто отсидеться, он совершил тот ол-ин, который вообще... Ну, все, ну, отступай. Вы вдвоем против троих. Не говоря о том, что тут еще и Кеннон есть у тебя на бот-лейне. А у противников есть Цирос с телепортом. Сколько стаков у Кендредки? Думаю, три где-то. Хотя она там парочка убийств поучаствовала, так что, может быть, четыре. То есть, я думаю, первой все же стак она могла заработать. Показывает нам, что по золоту проигрывали. Японцы две тысячи, там, в течение 20 минут, а потом начали выигрывать. Просто лейнинг-фазу сыграли не лучшим образом. Победа на Rocksteiger зашла в историю. Это вы про М5? Или про что вы вообще говорите сейчас? Даже Шукс плакала. Овега против Цирроза сыграли? Да. Мы их победили. Но, правда, мы были на другой стороне. Я еще раз, еще раз повторяю. Синяя сторона номинально для СНГ команд всегда была хорошая. Я почему всегда с СНГ команд в банных пиках и так вот внимательно... Ну, я ко всем командам внимательно отношусь на банных пиках. Потому что просто бросается в глаза. Все СНГ команды, ребят, все СНГ команды отвратительны на красной стороне. Ну, так были на международной сцене. Мы сейчас не говорим про ЛЦЛ. То есть, кто бы там ни был, что Гамбит гейминги старые, что Гамбит е-спорт, что Альбус Ноксы. Красная сторона — это просто какое-то наваждение. Они не понимают, что им делать, как им делать, как вообще работают контрпики. И как выстраивать сетап в зависимости от того, что делает противник. Потому что красная сторона — это та, которая подстраивается. А синяя сторона — это та, которая делает пик свой. Свой пик делать они умеют всегда. Вот мне интересно посмотреть, как они будут в следующей партии играть против бразильцев. Вот, например, смотрите на команду МГ. Они две игры подряд, что против команды Вега, что против команды Японии. В общем-то, нормально все пикнули. Видят кучу ближнебойных чемпионов, берут Кена на себя. Видят непонятного... Кто там у нас был пикнут? Акали, да, по-моему? Непонятного Акали и берут себе Тамкенча с Ашой. То есть, ну, попробуй Акали, убей игрока через Тамкенча с Ашой. То, что они проиграли игру, это связано с тем, что они играть не смогли. То есть, исполнение подкачало. Но по пикам-то у них все хорошо было. У них Эрелия просто не в зуб ногой, как говорится. Очень слабо отыгрывает. Ж4 прыгает, пытается стамп прописать, дает ульту в своих игроков. И его проглатывают Тамкенч, чтобы спасти. Эрелия дает ульту, добирается таки. Дают Апона, Айтопон погибает. И Эрелия жива все еще. Минус уже два игрока, скорее всего, сейчас будет команда японская. Галю дает ульту поздновато. Прыгивает Джарван. Хорошая ульта Сирос дает на сам себя, я так понимаю. Потом Таунт и Тэблкелл идет за Акали. Триплкелл, возможно, будет за Акали. Она погнала за Рокки. Рокки отслышивается. И справились все же команда ДФМ. Представьте, Эрелия бы дала ульту не в свою команду, а во врагов. Все могло бы по-другому закончиться в этом сражении. Это как раз, знаете, недостача урона такая получилась. Роккика сейчас, кстати, поймает. И там можно давать ульту Кеннона. Да, Сирос дает ульту. Цепляется. И это, ребят, вылет команды Мега Еспортс с чемпионата. И, соответственно, у нас только один конкурент остался у команды Вега Сквадрон в этой группе. Команда из Японии. Detonation Focus Me. И еще, что должно устраивать команду Вега. Две оставшиеся команды. У них сейчас будет две игры против них, по сути. Они ничего больше не имеют в этом матче. И им нет смысла трайхардить. С одной стороны. С другой же стороны, могут более раскованно сейчас сыграть бразильцы. Неожиданно для всех. И вспомнить о том, что они, в общем-то, довольно неплохой регион когда-то были. Но Вега точила в СНГ на красной стороне, потому что в СНГ никто не умеет как раз играть на красной стороне. Вот. И если это сейчас произойдет, я еще раз буду хвалить Инви. То есть, ну, пока у меня только... Я оценку, помните, вам говорил. Индивидуальная механика. Мне кажется, там 5 баллов из 10. Ну, не такой перформанс крутой показывают игроки команды Вега. Баны пики. Там чуть ли не 9 из 10. То есть, лучше даже там сложно придумать. Макро игра тоже чуть ли не 9 из 10. Лейнинг фаза, там, мидгейм. Тут уже проблемы идут, тоже опять встречаются. Где-то недоигрывают, где-то недопонимают какие-то вещи. Ну, или понимают, но как-то по-своему. Вот как этот G4. Он же тоже думал, что все хорошо. Нам показывают этот момент, но это детский сад какой-то. Ты лицом к лицу столкнулся с Эдекерри и испугался и побежал от него. Нахрена ты вообще тогда Ирелию берешь? Это вот как у меня вчера была в соло-ку игра. Я столкнулся с Картусом на третьем уровне за Эвелинку. И мой мозг мне сказал, надо бежать. Когда я начал убегать, я понял, что я совершил ошибку. Развернулся и умер. И потом я вам 4 или 5 раз сказал, что эта ошибка идет из-за того, что Эвелинка убегает в 90% случаев. То есть на третьем уровне она 90%, что не может никого победить один на один. И я начал убегать. А против Картуса как раз надо было бы наоборот идти в атаку, а я что-то не переключился. Там, видимо, разговаривал о чем-то. Но потом мы все равно эту партию выиграли. Каждый раз потом, когда я встречал Картуса, я уже его шоттал. Но в тот момент вот именно убегал. Ну, блин, я-то не на прост сцене, а именно поэтому. А этот-то чувак что там делает? Как он умудряется брать Эрелию и не понимать, что Эрелия должна убивать любого, кого она видит? То есть пусть все убегают от нее, а он сам решает убегать от Эмэвки. Вон у нее там красный баф. Да ты издеваешься? Ну, ладно. Идем на перерыв, ребят. После этого перерыва будет матч Вегас-Квадрон. Им предстоит играть сейчас против Бразилии. И поглядим, как все получится.